О боже, Эфириум направляется к этой удивительной цели. Мы поговорим об этом и о много чем еще в сегодняшнем эпизоде с Карлом Зе Мун. Как дела у тебя? Нормально, у тебя как? У меня все как обычно, все замечательно. Обожаю, когда да Винчи приходит ко мне в офис. Это всегда весело. Мы всегда проводим хорошо время. Да, всегда весело. Окей, что ж, мы поговорим про Эфириум и, возможно, немного про Биткоин. О том, как на нем торговать. А торговать вы можете на baby.davincij15.com или на okax.davincij15.com. Ссылки внизу в описании. Окей, что ж, ты рассказал об очень интересном паттерне на своем канале. Ага. А я рассказал о другом паттерне. Давай начнем с твоего, и я после покажу уже свой. Да, звучит, конечно, так себе. Вау. Ладно, давайте поговорим про паттерны. Я не понимал, где-то секунд пять. Да, ну ты дикий. Сейчас же рамадан, ты о чем вообще? Ладно, покажи мне свой паттерн. Давай покажу тебе свой паттерн. Твой паттерн больше, чем мой. Да, ну ты выдал. Ладно, давай продолжать. Итак, мой паттерн сейчас прорывается. Да. Ладно, все, хватит. Мой паттерн сейчас прорывается. Да, прям огромная зеленая дилда. Да, ребята. Окей, ладно, давайте серьезно. Да, хорошие у нас получились первые пару минут. Окей, ладно, давай разбираться. Давай поговорим о моем паттерне. Это эфириум. А это перевернутая голова и плечи. И прямо сейчас эфириум пробивается наверх. Ранее этим утром я показал своей аудитории следующее. Вот, посмотри. Как видишь, цель у нас в 2300-2400 на эфириуме. Что более важно, как я считаю, это то, что когда эфириум так пробивается, когда мы наблюдаем такой взлет эфириума, обычно биткоин идет за ним. Да, это правда. И сейчас биткоин может быть на грани огромного прорыва к отметке в 30 тысяч долларов и даже выше. И прежде чем я дам тебе прокомментировать это, хочу показать, что биткоин очень сильно защищен огромным сопротивлением. Но если мы преодолеем его, тогда вполне возможно, что мы увидим просто астрономический прорыв наверх. Посмотри вот на это. Вот на это. Об этом подробнее я рассказывал на своем канале. Да, в таком случае прогулка до 40 тысяч будет легкой. Так что да, как вы видите, это происходит. И возможно, мы могли бы подняться даже до 50 тысяч, прежде чем закончится импульс. Ну так что, как прокомментируешь? Что думаешь насчет этих перевернутых головы и плечей? Я немного скептически отношусь к этому. Но да. Если хотите определить временной промежуток того, когда это произойдет, нужно взять самый максимум цели и поставить сбоку. Это временной промежуток, который нужно будет подождать. Это правда? Вот так примерно? Да, это время, которое нам понадобится, чтобы это отыграло. То есть получается где-то июнь или типа того. Примерно. Приблизительно занимает столько же времени, сколько и движение наверх. Так что да. Опять же, это примерное движение. Получается что-то такое, правильно? Да, именно. Это, конечно же, не будет прямой прогулкой наверх. Такое не часто происходит. Но это может быть большим движением. Например, как вот здесь. Да, но вот в этом-то и соль. Мы нарисовали весь этот паттерн за все это количество времени. Так что даже несмотря на то, что это меньше времени, чем вот это, это все еще... Да, но я не уверен. Это, конечно, хорошее правило, то, что мы здесь нарисовали. Но определенно, движение может быть гораздо быстрее. Конечно, может. Я не говорю, что этого не произойдет. Но в целом, это хорошее правило. Это просто так работает. Паттерн длиннее может занять больше времени. Вот, просто посмотри. Можно сказать, что здесь у нас W-паттерн. И он взорвался прямо здесь. При этом нужно держать в голове, что это был совсем небольшой паттерн. Краткосроки. И из-за того, что мы были настолько низко и так долго, мы в итоге взорвались. И когда это произошло... Дай-ка мышку на секунду. Когда мы взорвались и дошли до верха диапазона, примерно до уровня в 1600 долларов, после этого мы начали двигаться вбок. Это было признаком того, что на самом деле... Немного не так. Вот это можно назвать большой W. Вот здесь. И в конечном итоге... Дай-ка кое-что сделаю. Можно сказать, что здесь у нас был большой диапазон. И когда мы прорвались здесь, мы могли пойти выше. Но в конечном итоге появился небольшой ложный пробой. Именно поэтому я людям постоянно говорю. Когда что-то идет прямо наверх, по прямой линии, ждите разворота, прежде чем действительно улететь наверх. Итак, что ж, давай перейдем теперь к тому, где, как я считаю, прорвется эфириум. Посмотрим уже на мой паттерн. Он у меня гораздо проще. Я говорю про вот этот тренд. Это у нас бычий флаг. Примерно вот здесь. Когда мы пробились, сформировали бампан ран, и в итоге улетели наверх. Из-за этого у нас есть цель. Вот отсюда сюда. Хорошо себя чувствуешь, когда паттерн у тебя пробивается. Да. И какие ощущения? Ощущается замечательно. Но, знаешь, очень нервно. Потому что мы еще раз протестировали паттерн. О, Господи. В общем, да. Ордер на покупку я поставил вот здесь. Прямо на пробитии паттерна. У нас не получилось прорваться несколько раз, и при этом я все еще говорил, что у нас все еще может отыграть этот трейд. Можно купить на уровне прорыва и ждать, пока он взлетит. До самого верха, вот сюда. Так что да, мы все еще в этом трейде. И если вы заинтересованы в торговле, можете перейти на baibe.davincij15.com или на okx.davincij15.com Все ссылки внизу в описании. А это, кстати, мои позиции на Bybit сейчас. И, кстати, по поводу эфириума. Если хотите прямо сейчас торговать, мы находимся прямо на уровне прорыва. У меня сейчас открыт трейд на эфириуме. 45 тысяч долларов прибыли. Это у меня на Bybit. Так что да, переходите и сможете так же торговать. Выставлять эти сумасшедшие трейды. Так что да, на эфириуме у нас все хорошо. И я этому рад. Да, кстати, посмотрите наше видео про Maybach, которое совсем недавно набрало 100 тысяч просмотров. Да, обязательно, мы хорошо поговорили. Повеселились с этим Maybach. В общем, да, было весело. Обязательно посмотрите. Конечно, не надо было мне шутить в некоторых моментах. Но все же. Да, мы хорошо повеселились. Так что, если хотите посмотреть видео с нами, посмеяться, обязательно посмотрите это видео. Вот это замечательное видео. Извини, что шампанское пролил. Посмотрите-ка, видео набрало 11 тысяч просмотров за 11 дней. Оно завирусилось. И я думаю, причина этому... Ну, во-первых, наша динамика замечательная. Людям это нравится. А во-вторых, твоя история. Как ты купил биткоин, и все в таком духе. Про финансовую катастрофу, которая глядет, про коллапс системы. В общем, много скрытых гемов в этом видео. Так что обязательно посмотрите. Да, это была замечательная коллаборация. Что думаешь? Да, обязательно. Да Винчи каждую неделю в мой офис приезжает. Да, так и есть. Мы веселимся. Так что да, обязательно зацените оба наших канала. Мы записали видео на его канал, и вот сейчас записываем уже на мой. Так что обязательно подписывайтесь на его канал и на мой. Ну и, конечно, подписывайтесь на его блог, там весело. Да, там много веселых видео. Блог из Швеции. Разговоры в Майбахе. И много чего еще. А возможно, скоро возьмем вертолет и улетим на Бурш-Аляраб. Да, было бы дико. Окей, что ж, спасибо всем за просмотр. Увидимся скоро. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...